Всем огромный привет! Сегодня прогуляемся по магазину FixPrice, покажу покупки, переделки. Ну, в общем, как всегда, буду делиться интересненьким. Первое, что я вижу, это вот такой крутейший салатник. Слушайте, если вы его еще не купили, я настоятельно вам рекомендую. Эта форма просто бесподобна. Идею покажу. Далее вот такие вот интересные тарелочки. Совсем маленькие, 18 сантиметров, цена 59 рублей, но дизайн очень интересный. Честно, если бы не вот этот волнистый край, возможно, я бы даже присмотрелась к этим тарелочкам. Но вот я как-то не очень люблю, когда край неровный. А так это опаловое стекло, и цены им не будет долго-долго. То есть, как бы они прям прослужат хорошо. Здесь, кстати, есть еще один вариант дизайна, такой вот голубенький. Кстати, ребристые есть еще вот такие вот тарелки. Правда, если честно, они мне понравились гораздо меньше. Ну, то есть, как бы непонятно, для чего их использовать. Под второе, под первое. Какая-то странная глубина. И даже вот в таком сочетании пробовала посмотреть, но мне не очень понравилось, потому что верхняя тарелка выглядит слишком крупно по сравнению с нижней. Еще привезли вот такие варианты интересных салатников. Кстати, вообще стекло очень классно смотрится в сервировке, как правило. Но вот такая форма мне лично не очень нравится. То есть, как бы сам по себе салатник не плов, но вот эти вот какие-то странные ребра не так, как надо, что ли. Вот такие варианты я много раз видела на Пинтерест при сервировке в качестве подсвечника под чайную свечу. Так что обратите внимание, они очень даже неплохо выглядят. Такие прям симпатичные. И рисунок тоже придает им винтажности. А еще вот эти мне понравились, креманки. Я посмотрела размер, мне кажется, чайная свеча сюда не войдет. Но вообще это такой более современный вариант и тоже интересно смотрится. В сервировку можно поставить, кстати. Минажница написано, что это керамика. Оттенок мне, в общем-то, понравился. Косяков каких-то серьезных я не заметила. Но вот что-то настораживает. Есть ощущение, что это доломит. Не знаю, уже нет доверия фикс прайс. Увидела вот такие огромные контейнеры. Но, как всегда, они у нас бесценные абсолютно. Я так понимаю, это тоже вариант для холодильника. Если честно, вот они мне очень сильно понравились. Возможно, я за ними вернусь. Три таких контейнера ровно встанут у меня на полочку в холодильнике. Сюда можно положить огурцы, помидоры там и так далее. Очень удобно хранить именно из-за вот этой вот формы. Она достаточно глубокая такая. И, ну, в общем, понравились они мне. И пластик такой прям симпатичный. Еще вот такие комплекты появились. Я так понимаю, это такой дорожный набор. Ну, для пикника, грубо говоря. Единственное, что мне, расцветка не очень понравилась. Здесь вот есть мятный вариант, более-менее приятный. И там еще какой-то прям ядреный, фиолетовый. Не знаю. И опять они у нас бесценные. Если знаете цену, напишите. Много пластиковых контейнеров. Вот такого рода. Если честно, не знаю, даже, возможно, для хранения в самом шкафу только можно их использовать. А так они не очень актуальные формы. Странные привезли ёршики. Это такой, знаете, богемный немножко стиль. Но когда понимаешь, что это пластик, как-то вот, не знаю, странное впечатление. А вот эти вот корзинки я бы рекомендовала прям обязательно купить. Потому что они удобны для организации хранения в выдвижных ящиках. Посмотрите, какая классная форма. Мне кажется, это прям Икеа. Вот поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, классные. И да, у вазочек наконец-то появилась цена. Вот этот ярко-синий цвет, конечно, очень красиво смотрится. Но вот, не знаю, форма, если честно, такая немножко спорная для меня. Я не купила только потому, что знаю, что стекло это крашеное. 249 рублей. И декоративная подставка велосипед. Я ожидала, что она будет как-то покрупнее. Ну, вот в рекламе, во всяком случае, на сайте магазина. А здесь такие малыши. Сюда, кстати, можно тоже свечу подставить. И будет симпатичненько так мерцать. Форма красивая. Так что присмотритесь. И еще я заметила вот такие странные крючки. И при этом они также бесценные. Просто свалены вот так вот у нас в корзину. Вообще в нашем фикс-прайсе. Очень забавно. Но часто вот такие вот сюрпризы встречаются. Мне понравилось, как выполнен. Тоже напоминает немножко стиль Икеа. И вот шампуни такие увидела новые. Прочитала, обрадовалась. Сначала вроде бы тут производство Иран. Но знаете, оказалось, что состав-то у них прям, мягко говоря, не айс. То есть прям тут лауреатсульфат еще и 70%. Ну, то есть понимаете, да, что основной состав. Это вообще не полезно. Вот. А так, конечно, ароматы такие у них прям интересные. Но, в общем, не купила. И да, кстати, про шампуни с предыдущего ролика. Можете заглянуть, посмотреть у меня в Телеграм. Я там делилась впечатлением после применения. Не понравился шампунь. Не рекомендую его. Здесь вот на этой полочке много вроде бы всего интересного. В том числе для детей. Но шампуни прям не рекомендую. Они все сульфатные. Я думаю, в преддверии летнего сезона все начинают готовить гардероб. К теплой погоде. Я достала детскую одежду. И вот несмотря на то, что в прошлом году все застирывала. Все просушила и сложила по контейнерам. Сейчас достала. И оказалось, что какие-то странные пятна проявились. Вообще с хлопком это постоянная история. Не знаю, как это объясняется. Но, тем не менее. Вот такие вот пятна. Я сначала попробовала было застирать на руках. Не получается вывести. Я не знаю, что это за пятна. И почему они вот так вот образуются. Поэтому сейчас буду все это дело замачивать в кислородном очистителе. Посмотрим, как он справится. Потому что я думаю, что здесь прям нужна тяжелая артиллерия. Вряд ли какие-то простые средства справятся. Так что будем пробовать. Кислородный очиститель бренд Фри я заказываю уже не первый раз. Сразу по две упаковки заказываю. Так удобнее. И использую его для всего. Это очень многофункциональное средство. Можно и для стирки, и для чистки, и помывки. Все что угодно. Так, добавлю. Наверное, я две ложечки. Хотя много-то мне не нужно. Даже две с половиной. Так, на всякий случай, для спокойствия. Хочется, чтобы точно отстиралось платье. Так, заливаю я все это дело кипяточком. Потому что работает это средство только в горячей воде. Видите, да? Зашипела. И сейчас сюда буду складывать платьица. Я не буду погружать все платье, потому что здесь у меня есть такие вот цветные балабушки. Поэтому я прям пятнами так вот сюда гружу. Смотрю, как оно будет себя вести. Я оставляю обычно минут на 30, чтобы прям подольше, чтобы прям хорошенечко все это дело лежит. Так, пока у меня платье здесь лежит, я хочу попробовать вообще впервые, я ни разу еще этого не делала, с натуральными тканями, такими как лен. В общем, провести процедуру тоже очистки. У меня новая дорожка, 100% лен. Она цветная. И как бы я поправлю, не знаю, как себя поведет очиститель. Посмотрим. Это вообще эксперимент. Здесь пятна шоколада, какао пролили. В общем, ну, дорожку прям всю обновили. Поэтому сейчас будем тоже делать раствор. Так, ну что, прополоскала платье. Я сейчас буду загружать в стирку уже с основными вещами. И смотрите, пятен реально почти не видно. То есть, максимально высветлились. Учитывая, что это были прям застарелые пятна. Видимо, с прошлого года что-то как-то вот так проявилось. То есть, как бы мне кажется, для первого вот такого вот замачивания это очень хороший результат. Я после стирки, возможно, еще раз повторю эту процедуру и буду уверена, уже точно будет все выведено. Поэтому рекомендую. Я вижу, что это работает. Так, ну вот цветная дорожка здесь уже пролежала 30 минут. Сейчас будем доставать. Так, ну что, дорожку я прополоскала. И ни следа от пятен шоколада, какао, ничего не осталось. Я довольна. Все прекрасно. Можно не переживать. Единственное, что так как это все-таки стопроцентный лен, немножко дорожка отлиняла. Ну, как бы здесь и кипяток был. Поэтому я думаю, это нормальная реакция самой ткани. Но в целом я довольна. Потому что у меня были больше опасений. Я думала, она вообще пятнами пойдет или еще что-нибудь. Ну, по-разному бывает. Когда речь идет о натуральных тканях. Я результатом довольна. Вижу, что работает реально очиститель. Поэтому ссылочки поделюсь. Найдете ее прямо в описании под этим видео. Ну что, покупок было немного, как обычно. Я взяла только то, что действительно считаю мне нужно. Ну, потому что каждый раз закупаться огромными мешками, мне кажется, это не очень целесообразно. В общем, в магазине FixPrice появились вот такие вот потрясающие классные салатники. Ну, может это и не салатник или там пиала. Я что-то не успела прочитать. Но смысл в том, что цена вот такой вот тарелочки 79 рублей. Выполнена она из стекла. Мне очень нравится такая вот рифленая форма. Я, если вижу что-то похожее, всегда покупаю. И знаете, со временем у меня накопилась уже целая коллекция таких из FixPrice. И когда вы сочетаете подобную посуду, то есть имеется в виду вот похожего дизайна в сервировке, это все смотрится как единый набор. Такой вот вам простой и легкий лайфхак. А вообще-то с этими салатниками у меня приключилась другая история. Я решила сделать из этих салатников вот такой вот подсвечник. Сделать это очень-очень просто. Я сейчас все наглядно покажу. Для этого мне потребовалось всего лишь-то эпоксидка. Обычный клей-момент я не рискнула взять в этом случае, потому что он на самом деле может и не удержать конструкцию. Все-таки здесь стекло и оно довольно тяжелое. На эпоксидку отлично все склеивается, все прекрасно держится. При этом в результате все вот такое вот прозрачное. Ну и собственно идей с таким подсвечником, ну или вазончиком, огромное количество. Особенно по сезону. Можно использовать как угодно. Хотите сюда морскую соль засыпьте, хотите цветы поставьте, хотите воду вот так вот налейте и туда что-то поместите. Там тоже опять же цветы, свечи и так далее. То есть благодаря тому, что он вот такой прозрачный, здесь любой дизайн, декор будет круто смотреться. И я думаю, что надо брать точно. Меня по-любому спросят, какой диаметр. Верхний диаметр вот этот вот 16,5 сантиметров. Это очень хорошая и удобная форма. Если у вас, например, есть большой кухонный стол, особенно если он продолговатой формы, такой прямоугольной, например, либо овальной, для сервировки два таких можно сделать. И вот так вот вдоль поставить. Это будет очень красиво. Причем их наполнить можно абсолютно по-разному. Если не нравится то, что они прозрачные, можно их покрасить, сделать однотонными. И опять же, если хотите, можно использовать, как у меня уже девчонки в телеграм написали, в качестве конфетницы. Ну то есть как бы масса вариантов, при том, что форма получается очень такая, не знаю, модная что ли. При этом она точно будет актуальна еще долгое время, уже просто потому, что использовать можно как угодно. Ну, в общем, мне понравились эти салатники, поэтому я себе взяла два в качестве салатника и два для вот такой переделки. Еще я хочу перекрасить ручку вот этой вот покупки из FixPrice. Это такой туршлаг. Здесь абсолютно ничем не покрытая деревянная ручка, и она очень быстро придет в негодность. Покрываю я вот буквально капельку масла взяла Гаппа. У него в составе есть твердый воск, который защищает древесину. Оттенок у меня 0,15. Заказываю на Wildberries. Покрывать буду вот такой вискозной салфеткой. Просто обмакиваю и протираю. Масло лучше именно втирать вот таким вот образом. Так оно как бы проникает в волокна и лучше защищает древесину. По итогу получится и цвет, и качество. Теперь точно прослужит дольше благодаря покрытию. И я думаю, что это и выглядит гораздо эстетичнее, чем было до того. В этом году наша старшая дочь пойдет в первый класс. И для меня, как для любого родителя, важно, чтобы она получила лучшее образование и состоялась в жизни. По статистике, знание английского языка на 40% увеличивает шанс получить высокооплачиваемую работу. Ну а школа английского языка YouFirst уже 27 лет обучает детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет английскому языку. Причем преподаватели в школе есть как и русскоговорящие, так и носители языка. В России представлено 15 языковых центров. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Также доступны занятия онлайн. Дети изучают английский язык через игру, а не зазубривание. Поэтому ребенок вовлечен в процесс обучения и сам будет выполнять домашку. Во время обучения ваш ребенок будет заниматься в своем ритме и получать удовольствие от учебы. Перестанет бояться ошибок, победит языковой барьер, откроет новые возможности. YouFirst не просто языковая школа. Здесь студенты учатся заводить друзей, заботиться о планете, не стрессовать на экзаменах и быть уверенными в себе. Обучение в YouFirst – шаг в надежное будущее для вашего ребенка. Присоединяйтесь и попробуйте пройти пробный урок уже сейчас. Уверена, вы останетесь довольны. Ссылку для регистрации оставлю для вас в описании прямо под видео. Заглядывайте и проходите пробный урок. Сейчас хочу показать вам идею очень простой и быстрой переделки. При этом она получится в стиле боха, русти, как хотите. В общем, вот такую вот супницу я нашла на Авито. Она была без крышки, без ничего. Вот здесь есть вот такие вот сколы небольшие. Будет вам видно или нет. Ну, то есть, как бы понятно, что у нее классная очень форма, при этом, ну, как бы не самый современный вид, к сожалению. Так вот, пользоваться ей как бы уже не вариант. Выполнена она из каменной керамики. Но при этом я хочу ее перекрасить и сделать из нее классное кашпо, которое можно будет использовать и для живых цветов, и для искусственных, чтобы были красивые композиции. Мне очень нравится, что здесь есть вот такие вот ручки. И почему я сегодня показываю вам эту переделку? Дело в том, что чисто случайно я нашла вот такие супницы. Это германское производство. Прямо на Вайлдберрис. Я оставлю вам ссылку. И на Авито я ее нашла за 350 рублей. Может быть, кто-то еще продает такие. Но на Вайлдберрис можно купить подобную в пределах тысячи. То есть, если вам идея понравится, вы сможете себе заказать и перекрасить. Ну, вот как-то так. Что я буду использовать для перекрашивания? Так как я хочу сделать кашпо для домашнего применения, соответственно, мне покрывать лаком не так уж и обязательно. То есть, перепадов температуры каких-то не будет, влажности повышенной не будет. Поэтому я возьму обычный художественный вот такой вот акриловый грунт. Называется Саннет. Он продается в любом магазине для творчества. Если вы планируете использовать такое кашпо где-то на улице, ну, например, на открытой террасе, то лучше всего для начала покрыть грунтом отекс, потом сверху уже покрасить такими же акриловыми красками, как я сейчас собираюсь красить. Ну и следом уже сверху покрыть лаком. Любым акриловым. Есть лаки в спрее. Они все продаются в строительных магазинах. Покрывайте лаком и свободно, легко используйте на улице. Я, как всегда, возьму белый грунт, добавлю туда умбру натуральную и сиену натуральную. Сейчас смешаем, получим красивый бежевый оттенок, затем все это оттеним, как я обычно делаю, и слегка состарим. Субтитры сделал DimaTorzok Если окрашивать вискозной салфеткой, получается вот такая интересная фактура. Дальше я все это оставляю просохнуть, и как только подсохнет грунт, мы будем окрашивать дальше еще несколько слоев, для того, чтобы максимально составить. И окрашиваю я уже привычным способом. И здесь весь секрет заключается в том, что наносим не один слой, то есть не чуть-чуть просто вот как бы припыляем, а здесь вся фишка в том, чтобы нанести несколько слоев, в идеале 4-5 слоев даже. То есть как бы вы наносите потемнее, потом чуть-чуть его высветляете, потом снова где-то затемняете, опять посветлее. И вот эти несколько слоев, они дают тот самый эффект камня, и объем дают, и фактуру дают. То есть как бы не приходится использовать какие-то там ухищрения, типа песка, глины, еще чего-то. Ну то есть как бы вот самый простой вариант, это просто наращивайте слои краски. То светлее, то темнее. Ну и пока не достигнете нужного вам результата. То есть как бы если вы хотите, чтобы было максимально растушевано, просто вот так вот притаптываете как бы салфеткой каждый новый слой. Если вы хотите, чтобы была фактура, соответственно, вы больше добавляете темного оттенка, и салфеткой полусухой проходитесь прямо уже по вот готовому слою. Градиент, кстати, делается так же. Ну что, и вот такая вот история у нас получается. По факту, все, что нужно делать, это просто наращивать слои. Вот и все. Краски акриловые. Использую всего два оттенка. И в качестве базы это обычный грунт. И вот, собственно, вот так вот окрашиваете. Получается такой вот как бы котелочек. Не знаю, но выглядит очень интересно. Сейчас поставим цветы. Ну и вот как-то так это будет выглядеть. Здесь очень многое зависит от того, в какой цвет вы покрасите. То есть захотите сделать прям каменный такой вот вариант, можно и так. Если хотите, можно затемнить. Сделать его более, не знаю, темно-коричневым. Либо вообще в черный цвет покрасить. И тоже будет очень интересно смотреться. Поэтому здесь уже многое будет зависеть только от вас. Ну и, конечно, цветы. Те, которые вы выберете в качестве композиции, тоже очень многое зависит от того, какой цветовой гаммы они. То есть можно вот такой вот яркий вариант, а можно и другой. Либо вот такой вот более блеклый вариант, но который уже больше похож прямо на натуральные цветы. И это неплохо будет смотреться в целом. Здесь можно, кстати, из живых цветов делать какие-то композиции. Сама по себе форма очень интересная, необычная. Как будто бы такая кастрюлька. Но в то же время вот она как-то так смотрится. Мне ручки понравились, как они здесь приделаны. И как бы вот такой вот вариант у нас получается. Ссылку на всякий случай оставлю на тот вариант, что есть на Wildberries. Вдруг кому-то будет интересно.